Начался день с пленарного заседания. В конференц-зале Ледовой арены представители Оршанского и Вяземского районов обсуждали опыт и перспективы сотрудничества регионов. «Оршанская земля всегда с любовью и уважением относилась и относится к своим друзьям. Она славится своей открытостью и всегда готова к взаимовыгодному сотрудничеству. Именно поэтому в вопросе международного партнёрства Оршанский регион за последние годы увеличил список городов-побративов в ближнем и дальнем зарубежье. Постоянно проходят взаимные визиты, встречи, обмены делегациями. Представители городов-побративов всегда почётные и желанные гости на праздничных мероприятиях, посвящённых Дню города и района. В нашем регионе накоплен большой опыт регионального сотрудничества как в экономической сфере, так и в сфере образования, культуры, в сфере сохранения историко-культурных ночлений. Особо интересны и значимы для нас вопросы развития контакту с регионами Российской Федерации, с братским русским народом. В регионах Российской Федерации мы видим серьёзных деловых партнёров. Наши намерения на дальнейшее сотрудничество продиктованы долгосрочными интересами Беларуси, развитием отношений всестороннего стратегического партнёрства Республики Беларусь с Российской Федерацией, в сфере образования, культуры, но прежде всего в экономической сфере. Убеждён, что наш форум также откроет новые возможности развития всесторонних партнёрских отношений. При этом взаимоотношения Республики Беларусь с Российской Федерацией не ограничиваются только торгово-экономическими связями. Географическое положение обусловлено и социальную близость населения, проживающих в сопредельных территориях. Смешанные российско-белорусские семьи, тесное перепрещение торгово-культурных связей между людьми, живущих по разной стороне российско-белорусской границы, всё это является обычным делом. Да и само понятие границы между Россией и Беларусью носит достаточно покровенный характер. Сема лично и то, что наша встреча, наш форум, проходит в апреле месяце, и совсем недавно мы отметили День единения народов Беларуси и России. И города Побратимы играют важную роль в развитии партнёрства между нашими странами. Напоминаю также, что 2017 год – это 20-летний юбилей установления Побратимских отношений с нашей дорогой Вязьмой. Для нас, белорусов, россияне – поистине братский народ. Для нас большая честь и радость принимать участие сегодня в Международном экономическом форуме и Республиканской универсальной выставке-ярмарке «Оршанские традиции». 20 лет назад был подписан договор о побратимстве между Оршанским и Вязьмским районами. Но дружба между нашими народами зародилась намного раньше. Жители Вязьмы и Орши, схожи своим историческим прошлым и духовным наследием, связаны незримыми братскими нитями. За годы нашей дружбы установились прочные связи во многих областях – торгово-промышленном, в образовании, спорте и культуре. У жителей Вязьмы большим спросом пользуется белорусская продукция. В районе работают около десятка магазинов, предлагающие продовольственные и промышленные товары. У нас налажены тесные торговые контакты с Оршанским мясокомбинатом, производственным торговым предприятием «Оршанский льнокомбинат», которые неоднократно принимают участие в ярмарках, выставках, выходного дня в Вязьме. Развитие экономических отношений создает условия для его успешного ведения бизнеса между нашими городами и странами. К тому же на мощной экономической базе значительно быстрее развиваются культурные связи. Продвижение культурно-образовательных отношений дает нам с вами возможность лучше узнать друг друга. Взаимные интересы помогают сотням людей наших городов не просто знакомиться, обмениваться опытом, но и приобретать друзей, коллег, единомышленников. Совсем недавно мы с вами отмечали День единения России и Белоруссии. Это еще раз подчеркивает, что наши народы, они едины. И путь у нас вперед. И я желаю процветания, благополучия Белоруссии, потому что ваша страна и ваш город, Николай Григорьевич, отдельно вам спасибо, всегда отличаются огромным гостеприимством, радушием, доброжелательностью и желанием показать все лучшее, что у вас есть. Главное, есть чем учиться у вас. И мне хотелось бы от Вяземского района и города Вязьма подарить вам картину, которая символизирует один из наших основных символов, это замечательность, это память, это Григорьевич Ефремову совсем недавно мы отмечали, и вечный огонь. Не обошлось в этот день без подписаний. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве заключили Вяземский и Оршанский районы. О развитии взаимного сотрудничества Оршанский колледж филиал Белорусского госуниверситета транспорта и Вяземский железнодорожный техникум. Оршанский колледж филиал Белорусского госуниверситета транспорта Всегда, когда заключаешь договора, это значит, что ты приобретаешь новых друзей, новые возможности, и мы всегда рады новым друзьям. У нас есть чем поделиться, и хотелось бы, конечно, чтобы мы работали не только на бумаге, а вы к нам приезжали, мы к вам в Вязьму, и будем рады участвовать во всех мероприятиях, которые нас пригласите. То есть, большое спасибо. Выражаю огромные слова благодарности директору Железнодорожного колледжа города Орши Елене Николаевне. Железнодорожный колледж Орши это именно пример, образец того, каким должно быть средне-специальное образовательное учреждение. Буквально вчера она устроила мне экскурсию по колледжу. Шикарная материальная база, очень хорошая лаборатория. То есть нам, я так думаю, есть чему поучиться в Оршианского колледжа. Так что мы тоже надеемся на плодотворное сотрудничество, ждем вас в гости и в то же время постараемся тоже приезжать к вам. Спасибо большое. Продолжили работу участники форума в секциях, говорили о стратегии перемен в пищевой и строительной отраслях, машиностроении, текстильной и швейной промышленности, логистике, железнодорожном транспорте, сотрудничестве школ и учреждений профессионального образования, привлечении инвестиций в туристическую инфраструктуру. Кроме того, участники форума посетили ведущее предприятие Орши, учреждения образования и объекты туризма.